Домбровский Герман Яковлевич, ветеран Великой Отечественной войны. Родился в поселке Тереть, Заларинского района Иркутской области. Воевал на 1-м Украинском фронте в составе 397-й стрелковой дивизии 446-го стрелкового полка. Награжден Орденом Отечественной войны 1-й степени, медалью за победу над Германией. На запад мы поехали, и мы приехали туда где-то мы в ноябре, короче говоря, мы приехали, когда брали Киев. В общем, по дороге мы познакомились с Курдской битвой, короче говоря, видали, как там, что на ней творилось. Она уже кончилась, страшно смотреть было, конечно. На поле стояли разбитые танки, даже танкистов еще не убрали, они как высунули оттуда, так и лежали. Вот такая картина первого впечатления о войне. Началось наступление на 1-м Белорусском фронте в июле месяце, в июне. И нашу армию туда передали, наша дивизия, фланг этого фронта. И нам поставили задачу взять Пинск и потом идти на Брест. А перед Брестском, перед Пинском был укрепленный сильный район Столин. И вот нашей дивизии была поставлена задача этот Столин. Ну иначе мы не пробьемся дальше на Пинск. Он до Пинска, там было километров 20, что ли. Ну, на этом, собственно, в бою я и участвовал. Перед этим форсировали речку Горань. Речку Горань форсировал. Со всеми это... Там нас прихватил неонс. Ну, форсировали и пошли на этот Столин. Пулеметы бьют, минометы бьют. То упадешь, то станешь, то идешь. Два дня. Я участвовал в этих боях. Ну и потом на третий день меня кокнули. За два дня мы эту крепость не взяли. После меня еще, вот как я получил ранение, еще три дня бились в эту крепость. Взяли ее. Ну, дивизия крепко пострадала. Тот батальон, в котором я был, там вообще никому не осталось. Осталось, когда этот Столин взяли, этого нашего командира батальона, на носилках туда внесли уже. Вернее, после, когда меня ранило, вынесли. Там такой откос к речке. И на откос нас всех раненых ложили. Немцы не видят. Ну, а потом, видно, немцы. Там же летчики летают. Ну, засекли нас, что тут столько народу лежит. Давай нас минометов убить. Ну, тут больше страху, чем в бою, как говорится. Вот там мина упала, там мина упала, там мина разорвалась, людей разорвало. Ну, короче говоря, по днём нельзя оттуда выносить, потому что генмец видит. На ночь у нас оттуда вылезли. Сделали первую мне операцию. Посмотрели. Осколом далеко залез. Мне не стали делать операцию, вытаскивать его. Отправили меня самолётом даже. Отправили меня в Гомель. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok